Проект «Облачная школа инженерного образования для младших школьников» реализуют с декабря прошлого года. Он затрагивает 10 школ в разных городах Нижегородской области. В числе школ-партнёров – 2-я гимназия школы номер 17 и 13 нашего города. Ученики этих школ в течение года под контролем организаторов проекта будут создавать различные игрушки с электросхемами. Чтобы у них уже такое мышление, способствующее физике, математике и инженерному творчеству формировалось с детства. И думаем, даже если гуманитарий, то это не повредит, потому что это обогатит их жизнь. Всего детям в рамках проекта предложат сделать 6 моделей. Первой игрушкой, которую собирали школьники, стал автомобиль, который работает от заряженной батареи. Эту модель уже собрали ученики 13-й и 17-й школ. Теперь пришла очередь гимназистов. «Там небольшая, несложная цепь, небольшие связи. Она динамичная, и поэтому нравится детям. И родители должны тоже посмотреть, как мы видим вот эти вот… Хотя есть разные направления. Есть направления электроники, есть направления механики. И все, конечно, направления должны быть попробованы, когда ребёнок взрослеет». Школьники с энтузиазмом включились в процесс, разбирали комплект, подключали батарею. Кому-то требовалась помощь, а кто-то быстро собрал свою машинку. «Сложно было скреплять два провода и надеть мелкие детали». «Такие мероприятия нужны детям для того, чтобы они научились работать с мелкими вещами и больше делать что-то руками, чем просто машинами и готовыми предметами пользоваться». Попробовать свои силы в конструировании машинки смогли и педагоги. Они с увлечением собирали свой образец, крепили провода, а потом запускали маленькие автомобили. «Мы, как обычно, думали, что будет немножко спешновато слушать лектора, но оказалось, что это практическое занятие с действующими моделями. В общем, вспомнили детство, вспомнили уроки физики. Я думаю, что детям было бы интересно этим заниматься. То есть, модель достаточно простая. Я думаю, что даже ученики начальной класса могли бы это соорудить. И думаю, у них было бы много впечатлений». В течение года в Сарове пройдут ещё несколько занятий в каждой школе партнёров. Ребята и педагоги будут собирать похожие модели корабликов и машинок. Авторы покажут, как на одной и той же электрической схеме можно сделать самые разнообразные проекты. Планируется, что в дальнейшем учителя смогут применять полученные знания на своих занятиях. Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.